Доброе утро! А мелодия почти что возвышенная Она возникает с рассветом вдруг Медлит и врать необученная Она как надежда из первых рук В дар от природы полученная От дверей к дверям, из окна в окно Средо за тобой она тянется Все пройдет, чему суждено Все пройдет, чему суждено Все пройдет, чему суждено Только она останется Песенка короткая, как жизнь сама Где-то в дороге услышанная У нее пронзительные слова У нее пронзительные слова У нее пронзительные слова А мелодия почти что возвышенная Олег Погодин У нас прямо сейчас реальный мир А сразу же после рубрики реальный мир Мы продолжим разговор с Олегом Олег Погодин у нас в гостях Олег, знаете, я подумал Ведь иногда романс это антисептик На израненную душу некоторых людей Антисептик, вы еще скажите Бактерицидное средство Бывает и так, бывает и зеленка Я вот так скажу Тем не менее, Олег, смотрите Ну, например, да, вот США Самый популярный жанр Это кантри Самый популярный Ну, сразу США Ну, я просто так вот сейчас С утра, с утра пораньше От обратного, да Почему в России, ну, откровенно говоря Романс не в топе? Ну, у нас же, как это Утренняя развлекательная программа Должен быть тонус и прочее Вы мне задаете серьезный вопрос А вы весело ответите А я не могу весело Я буду сейчас с вами Ну, как, не то, чтобы драться Ну, это самое С этим драться мы любим Повышать наши рейтинги Потому что, да Наши наши точно будет Это исключено Романсовый жанр не допускает Нет, это многих заставляет проснуться Так, 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 что Там универсия будет Бодриться, правильно Во всяком случае, протестовать буду Протестую Да, пожалуйста, пожалуйста Принято сейчас говорить Пока еще принято и разрешено Романс не в топе Вообще, кстати, замечательное соединение Двух слов совершенно У нас совершенно, как бы, конфликтных Тем не менее 25 лет будет в следующем году Когда я гастролирую по стране И за рубежом Ну, по стране, вот вы говорите В России Не в топе 25 лет я гастролирую с этим репертуаром По всем городам Вот каким Ну, крупным, конечно Сейчас это самое Трудно заехать куда-нибудь Совсем в глубинку Вот И не умереть с голоду Артисты имеются По всем городам Миллионникам по всем Нет, не только Ну, по областным центрам По всем Фактически всю Россию я проехал И не по одному разу Вот И всегда Вот за эти 25 лет 25 лет это смена поколения Романс, простите, пожалуйста, в топе Олег, а правда, что вот вы за эти 25 лет Принимали, ну, практически любое предложение Относительно того, где выступать То есть, если не топят зимой Ничего страшного Если райдер И не топят Если райдер Это бутылка воды И чашка кофе Не важно Главное, чтобы мероприятие было хорошее Ну, нет Даже совсем не так Я хотел сказать Не совсем так Но даже совсем не так Райдер у меня действительно Простейший совершенно Причем даже он никогда Почти не выполняется Поэтому пришлось ездить Со своей аппаратурой Там, ну, куда можно доехать Но мы, кстати С собственной аппаратурой Доезжали на Микроавтобусе на своем Аж до Красноярска Вот на Дальний Восток Несмотря на то, что Открыли дорогу из Хабаровска В чьи-то усовременные все-таки Как-то ни разу не решились Вот Я Очень придирчив к одной вещи Всегда Вот Чтобы Помещение, в котором я работаю Имело соответствие Тому жанру И тому уровню, на котором я работаю Вот Это вовсе не обязательно Ну, желательно Чтобы это был хороший концертный зал Вот Да сейчас я, в принципе, наставил На том, чтобы это был хороший концертный зал Можно, на самом деле Силу, я там, не знаю Художественной Художественного делания И рассчитывая на любовь Публике В общем-то Дать концерт почти где угодно Но мне очень не хочется А, кстати, в юности Это было нередко Но Начало 90-х годов Начало 90-х годов Вот мне очень не хочется Чтобы Тратилась Душевная сила Художественное Делание И Главное Вот Зрительское восприятие Тратилось на преодоление Не Административных проблем Не административных Административные проблемы Наше отечество Не преодолеть Это нужно просто Это нужно Как-то Как климат Как климат Вот Мы не ходим зимой Ну, кроме морожей Там и закаленных людей Раздетыми Ну, вот и не ходим В основном Если морозит Значит, надо одеваться Если жара Ну, там, соответственно Какие-то воды побольше пить Вообще Мы довольно спортивная нация Хотя Я думаю, что с точки зрения Всемирной организации Здравоохранения Может быть прямо наоборот Но Мы, в общем-то Постоянно в экстремальных условиях Олег Мы в интернете нашли клип Видимо, вашими поклонниками Смонтированный Но поете точно вы Правда Чуть более высоким голосом Это, наверное, были те времена Когда вас называли Русским Лабертино Ларетти Давайте послушаем Чуть-чуть А потом я задам вопрос Смотрите Ну, в общем, понятно Ваш голос Вы себя узнаете? Ну, программа, как сказать Идет на подъеме С юмором Я должен сказать Что у вас скорость немножко Затормозит Наоборот А, наоборот Чуть-чуть быстрее Но, тем не менее Вопрос Вот когда Когда ломался ваш голос Мы вот знаем историю Того же Ларетти Который, в общем-то Так и остался в детстве Вы перешли на новый уровень Ну, вот этот вот рубеж Как вы его переживали? Несправедливый Робертин Ларетти выступает И сейчас И, естественно Ну, он сейчас в таком возрасте Что, может быть, эти выступления Уже нельзя Нельзя судить с точки зрения Реальной певческой деятельности Он даже у нас в гостях был Ну, тогда я вообще не понимаю Вашего вопроса Нет, он внешне изменился, конечно Но внутренне, да Все тоже ребенок Вот Это первое Второе Робертину Ларетти Русским Или там советским Меня не называли Это уже сейчас Я не знаю, когда это Ну, может быть, несчастье Лет 20 назад Это стали пришпиливать К рекламным каким-то Объявлениям Вот Хотя Я как раз сам В детстве с удовольствием Слушал его Пластинки Да и сейчас с удовольствием Иногда я могу послушать Ребенка Ларетти Это было явление Экстраординарное Можно даже сказать Вот вас любят Когда всех представлять За гениальные ведущие Гениальные гримеры Гениальные режиссеры По-другому не получается Да, так вот Робертину Ларетти Был действительно Гениальным ребенком Поющим Вот А вообще, я думаю, что В те времена были Во многом легче Не надо было писать Там 12+, например Я вот себе посмотрел Это в детсовет Ваши думал А на нашем Вот почему нет На нашем сейчас разговоре С вами 12+, А на ваших афишах есть? А вдруг 16+, Даже я не знаю О чем мы сейчас еще будем говорить Олег, а на ваших афишах Есть как это? 12+, или 12+, Так заставляют Это очень смешно А сколько плюс у вас? У вас, мне кажется, 0+, У нас 0+, Понимаете, 0+, это выглядит ужасно Представляете, допустим, афиша Я не знаю, кто гениально Хворостовский, например Великий Может, это не у него Я увидел у кого-то Из очень серьезных музыкантов Написано 0+, И я сначала не понимаю К чему это имеет отношение К программе К качеству исполнения Вот Вообще Вот Когда я говорил про климат Сложный в нашей стране Он художественный Так сказать И интеллектуальный Он тоже очень сложный Потому что Если посмотреть Иногда непредвзято На то, что у нас висит на сценах А принято это вроде Чтобы защитить то, то, то Культуру, нравственность и так далее Думаю, что это ровно Противоположная работа Но что такое на афише 0+, Ну, сейчас, мне кажется Это комплимент Тому человеку Который вот этот вот Имеет эту наклейку Это означает, что Ничего неприличного Он на сцене не вытворяет Олег, это значит Что концерт состоится В любую погоду Даже если будет 0+, Да Или чуть меньше Сейчас надо 0-минус ввести Я думаю Теперь в конце концов Есть хорошая формировка Без возрастных ограничений Но она занимает Много места на афише Поэтому часто Не ввязают спонсоры Туда на афише Но спонсоры Это тоже не моя история Друзья, мы продолжаем Нашу программу Которая, как мы уже сказали Что не имеет никаких Ни возрастных ограничений Ни эмоциональных Олег Погодин у нас в гостях Заслуженный артист России Олег, я же крепко Вожму вам руку Большое спасибо Спасибо Приходите к нам еще Ну, приглашайте Спасибо